В честь праздника в Этна-Станице устроили скачки на лошадях вместе с джигитовкой. Они прошли в рамках фестиваля «Легенды Томани». С торжественной датой всех поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Наши предки никогда и никем не были сломлены. Труд на земле и служение России они считали смыслом своей жизни. А веру, честь, совесть и достоинство казака они ставили выше богатства и славы. Сегодня спеть казачью песню или одеть казачью форму это еще не значит стать казаком или быть казаком. Сегодня казак в первую очередь должен быть человеком слова и дела. Казаки должны и будут возделывать земли. Вот такое казачество сегодня нужно нашей Кубани. Потому что в нем наше будущее. 3247 казаков на 50 лодках и одной яхте пристали вот как раз к этому берегу. Именно отсюда, с Таманской земли пошло развитие Кубани, развитие кубанского казачества и всего кубанского казачьего войска. А Тамань – воссозданная казачья станица. Заходишь сюда и сразу попадаешь в 19 век. Земляные улочки, хаты, построенные по технологиям того времени, повторяют быт кубанцев, живших здесь 200 лет назад. Вениамин Кондратьев, приехавший на празднование годовщины высадки на Тамань черноморских казаков, прогулялся поэт на станице. Такое наглядное напоминание о прошлом в настоящем дает возможность вживую узнать, как жили наши предки. Хорошо, что у молодежи сейчас появился интерес казаческий, понимаете. И вот видите, клубы создаем, как говорится, казачьи классы создаем. Отрывать их надо от компьютера, от этих. Нельзя ни в коем случае, ребят, отказаться от своих корней, от великого прошлого, от наших фресков, которые нам сегодня оставили эту Кубань. Поэтому то, что вам дали, сохраните и отдайте своим потомкам. Тогда будет жизнь на Кубани продолжаться. А вы плотно стоите на этой земле и никому ее не отдавайте. В казачьих классах учат не только наукам светским, но и, что называется, аутентичным вещам. Например, владение шашкой. Такие нетривиальные спортивные дисциплины привлекают много молодых ребят.